Приветствую всех, друзья! Сегодняшнее видео будет особенно полезно всем начинающим программистам, но может быть полезно также и профессиональным программистам, которые немножко подзабыли умные слова, которые очень часто используются в описании вакансий, например. Это различные аббревиатуры, которые в силу особенного склада ума айтишников частенько получаются смешными. Вот, например, как бы вы думали, что обозначают слова, такие как solid или dry, kiss или ягни? Очень часто эти аббревиатуры любят писать в описаниях вакансий. Ну, это звучит, например, так, develop software according to the solid principles. Поэтому сегодня, друзья, мы с вами разберем, что обозначают эти очень популярные в IT-мире аббревиатуры и посмотрим, что стоит за ними. И начнем мы, пожалуй, с самой наиболее такой популярной, по моему мнению, слово это solid. Ну, мы знаем, друзья, что обозначает слово solid на английском языке, но видим, что оно написано большими буквами. Это обозначает, что это аббревиатура. И каждая буква в нем – это объектно-ориентированный принцип. То есть вместе – это пять принципов объектно-ориентированного дизайна. Я сейчас нахожусь на Википедии странице, которая объясняет все это, но я вам расскажу своими словами. Значит, что это такое? Итак, solid, друзья, это пять принципов объектно-ориентированного программирования и дизайна, которая была еще в начале 2000-х годов, сформулирована Робертом Мартином. И что же это за принципы? Значит, буква S в этой аббревиатуре обозначает single responsibility principle, обозначает, что какой бы элемент кода вы ни писали, пусть это класс или какая-то функция, этот элемент должен выполнять одну конкретную функцию. У него должна быть какая-то одна конкретная задача, которую он должен решать. Давайте можем даже официально прочитать, что a class should be only a single responsibility. Should have only a single responsibility, да? Ну, то есть, друзья, что это обозначает? Если вы пишете какой-то класс, например, или функцию, неважно, и, например, ваш класс называется address, это обозначает, что ваш класс должен концентрироваться на работе с адресом. Он не должен внутри создавать людей, он не должен внутри иметь какую-то бизнес-логику, не относящуюся к адресу. То есть, если вы назвали свой класс address, то будьте добры работать в нем исключительно с адресом. Если вы создали какую-то функцию, которая называется create order, то ваша функция должна именно создавать order, да? Она не должна делать какие-то скрытые операции, она не должна делать кучу операций. То есть, single responsibility principle говорит, что ваш unit of code должен выполнять одну функцию. Значит, вторая буква O – это open-closed principle. Что он говорит? О том, что software entities should be opened for extension, but closed for modification. Ну, друзья, можно на каждую нажать. То есть, что это, друзья, обозначает? То, что, если вы, например, пишете класс, этот класс в идеальном мире, можно от него наследоваться и расширить его функциональность. То есть, он open for extension. Его можно расширить его функциональность, но, с другой стороны, он должен быть closed for modification. То есть, не должно быть прямой возможности менять функциональность вашего базового класса. Конечно же, в нашем, в мире объектно-ориентированного программирования есть такой принцип, как полиморфизм, когда можно переопределять функциональность из базового класса. Поэтому этот принцип может быть адаптирован на полиморфную форму. Ну, изначально этот принцип, значит, был сформирован для модулей. Да, вот видите, написано, что То есть, друзья, изначально он был формулирован для модулей. Я так понимаю, когда еще не было объектно-ориентированных принципов, я обозначаю, что если вы написали какой-то модуль, то вы должны быть в состоянии его использовать и расширять его функциональность, но вы не должны иметь возможности его, изменять его базовую функциональность. Ну, друзья, почитайте более подробно. Значит, переходим к следующей. L. L в Solid обозначает Liskov Substitution Principle. Давайте посчитаем. Objects in a program should be replaceable with instances of they subtypes without altering the correctness of that program. Что это означает, друзья? То, что если вы... Ну, такой самый элементарный пример. У вас есть какая-то функция, которая принимает объект типа... Типа Animal, да? И представьте себе, что у вас от... От класса Animal вы унаследовали класс типа... Типа Dog, да? Типа собака. То есть собака это Animal. И вот теперь, если вы передадите в эту функцию, которая знает, как работать с Animal, объект типа Dog, то все должно продолжать работать без проблем. И вот об этом говорит нам этот принцип, что если вы гарантируете функциональность для базового класса, то вы должны гарантировать функциональность для всех его потомков. Ну, вот тут в статье описывается, что часто этот принцип нарушается. Вот, например, тут описан такой пример, что... Например, представьте, если у вас есть базовый класс типа Rectangle, типа прямоугольник, и, значит, унаследованный класс типа квадрат, то у вас могут быть проблемы... Если вы передадите объект типа квадрат, то у вас могут быть проблемы, если вы попытаетесь использовать функции, такие как SetWidth, SetHeight. То есть известно, да, что у квадрата ширина и высота равны, поэтому попытки использовать... Ну, как здесь описано, попытки использовать SetHeight на уровне ширины и высоты могут привести к некорректной работе, потому что у квадрата не должно быть никаких возможностей установить ему высоту или ширину. И тут написано, что идеально было бы, если в этом случае были только GetHeight, когда можно было только читать эти значения, но не ставить их. Ну, то есть в реальном мире, конечно же, не всегда это возможно, не всегда можно это гарантировать, но принцип говорит о том, что если вы пишете код, пишите универсальный код, который не будет ломаться с использованием потомков. Значит, следующая буква у нас это I, обозначающая Interface Segregation Principle. И говорится о том, что many client-specific interfaces are better than one general purpose interface. Что это обозначает, друзья? О том, что если вы предоставляете какой-то API своим клиентам гораздо лучше, чтобы клиенту не пришлось иметь, значит, API, в котором сотни методов, может быть, из этих сотен ему нужен только парочка. Да, а он вынужден имплементировать какой-то интерфейс, в котором десятки методов. Поэтому гораздо лучше функциональность, вот эту абстракцию, которую вы предоставляете клиенту, ну, под клиентом, имею в виду, может быть, это будет наследованный класс, разбить на множество маленьких кусочков, на множество маленьких интерфейсов и таким образом дать возможность переопределять, значит, наследоваться только от того, что вам конкретно нужно. Ну, друзья, тоже так читаем здесь внимательно, внимательно всю информацию, но я надеюсь, что в общем вы поняли, что абстракция, которую вы выдаете во внешний мир, должна быть загруппирована по своей функциональности в как можно более мелкие единицы, таким образом давая возможность использовать только то, что необходимо. И последний принцип у нас D, это Dependency Inversion Principle, который говорит, что one should depend upon abstractions, do not depend upon concretions. В двух словах это обозначает, что ваш код, если ваш код имеет какие-то внешние зависимости, то эти зависимости должны выражаться не в форме, например, класса какого-то, конкретного, а в форме интерфейса. То есть зависеть нужно от абстракции, а не от конкретных имплементаций. В реальном мире это пример, примеров огромное количество. Представим себе, что вы используете какой-то провайдер для доступа к базам данных. сегодня может быть это Microsoft SQL Server, завтра может быть Oracle, да, Oracle Database. После завтра это может быть какой-то новый SQL. То есть ваш класс, например, он не должен зависеть от объекта типа SQL Server Object, например, да, или Oracle Object. Он должен зависеть на уровне абстракции от какого-то объекта типа Interface, iDatabase Object. Для чего это нужно? Для того, чтобы легко можно было бы заменить реализацию доступа к базе данных в нашем случае. если вы внезапно решите сменить провайдер с SQL на Oracle, то вам все, что вам понадобится для этого, вам понадобится только написать новую имплементацию Data Provider и весь код, который использует этот Data Provider, его не нужно будет менять, потому что он зависит от абстракции, он зависит от интерфейса например iData Provider iData Provider и ваш код не сломается в таком случае. Значит, Dependency Inversion Principle в современном программировании очень важный, очень важен и используется повсеместно. Почему? Потому что есть уже конкретная имплементация этого принципа под названием Dependency Injection и большое количество популярных Dependency Injection фреймворков, таких так, как Ninject, Afterfuck, Spring, да? Ну, я думаю, что для вашего языка программирования, которое вы используете, вы можете назвать еще большое количество. и вот как раз все Dependency Injection фреймворки, они работают на уровне абстракции. То есть, вы говорите, что мой класс зависит от какой-то абстракции и где-то на уровне Dependency Injection компонента вы регистрируете, что эта абстракция в данный конкретный момент времени будет использовать вот эту конкретную имплементацию. Ну, я думаю, друзья, вы прекрасно знаете, что такое Dependency Injection. Кто не знает, напишите мне и мы снимем с вами отдельное видео на эту тему. Читаем внимательно, друзья. Пожалуй, из этих всех пятерых принципов Dependency Injection наиболее жизнеспособен. Ну, и, конечно же, все остальные также важны. То есть, вот этот вот Solid принцип, как мы выяснили, это набор из пяти объектно-ориентированных принципов, каждый из которых важен и полезен. Переходим, друзья, к следующему странному слову. Это, ну, давайте возьмем Dry, да, Dry, опять же, принцип программирования, который расшифровывается как Don't Repeat Yourself, да, по первым буквам получалось слово Dry, ну, уже по расшифровке Don't Repeat Yourself обозначает, я думаю, все догадались, что этот принцип говорит о том, что вы должны избегать дупликации своего кода. Я думаю, очевидно, почему, потому что дуплицированный код тяжело отслеживать, значит, тяжело отслеживать, тяжело, значит, в нем исправлять ошибки, вам необходимо отслеживать, значит, находить его по всему вашему коду для того, чтобы внести какое-то маленькое изменение. Поэтому, как только вы видите, что код начинает дуплицироваться в какой-то мере, даже уже хотя бы, дупликация достигает хотя бы начиная с двух, то есть вы видите, что хотя бы два повторения одного и того же у вас есть, вы должны произвести небольшой рефакторинг своего кода и вынести повторяющийся код в отдельный юнит, например, в отдельную функцию, в отдельный класс и таким образом из двух потенциальных мест с ошибками сделать всего лишь одно. Если мы нарушаем этот принцип dry, то это называется wet wet расшифровывается как write everything twice, то есть это как бы нарушение принципа dry, который говорит о том, что значит, ну это как антипаттерн, да, если dry это pattern, то wet это антипаттерн, который говорит о том, что давайте сдуплицируем все, повторим как можно большее количество раз и также wet может расшифроваться как we enjoy typing, то есть нам нравится печатать, поэтому, друзья, вместо того, чтобы быть wet, будьте dry. Переходим, друзья, к следующему принципу, это kiss, kiss, это акроним для keep it simple, stupid, то есть держи свой код простым, сделай его простым, опять же, понимая по названию, по названию, что этот принцип говорит нам о том, что ваш код должен быть наиболее простым из всех возможных вариантов, которые вам пришли в голову. Это обозначает, друзья, конечно же, изрядную долю рефакторинга, то есть, возможно, вы написали свою первую версию кода запутанную, некрасивую, обязательно произведите рефакторинг, добейтесь того, чтобы ваш код был как можно больше, более простым и понятным, в первую уже очередь это поможет вам же, потому что я гарантирую, что любой код, который вы написали несколько месяцев назад, будет даже вам, как автору этого кода, тяжело понятие разобрать, если он достаточно сложный, но мы уже не говорим про других программистов, про ваших коллег, которым придется ломать голову над тем, что же вы понаписывали, называть вас нехорошими словами и переписывать ваш код, поэтому попытайтесь значит все значит свой код держать писать код как можно наиболее простой, но простой конечно не обозначает примитивный, да, то есть пишите его вот как видите написано keep it small and simple пусть он у вас будет простой и маленький, да, маленький по объему и простой по для понимания снова же друзья да, вот когда читаешь вот этот принцип KISS сразу же вспоминаю я принцип бритвы Акама который говорил что не стоит умножать сущности сверх необходимого то есть создавайте только то что необходимо пишите только тот код который необходим наиболее наиболее простой и эффективный ну и последний принцип который мы с вами разберем это ягни еще одно fancy word значит который расшифровывается как you aren't gonna need it то есть оно вам не понадобится ну этот принцип друзья уходит корнями глубоко в сущность любого программиста весь мой опыт многолетней программирования говорит о том что если программисту дать какую-то задачу и не поставить очень четко рамки ее использования ее реализации этой задачи то большая часть программистов напишет больше чем нужно больше чем нужно в предположении что вот какие-то фичи могут понадобиться в будущем вот тут есть такие интересные фишки которые мы давайте сейчас имплементируем потому что они может быть кому-то понадобятся и конечно же в подавляющем числе случаев никто никогда в жизни ваши фишки не оценит скорее всего вы о них самих забудете но они будут существовать в коде они будут увеличивать ваш кодбейс будут требовать покрытия тестами оно вам надо друзья нет не надо поэтому этот принцип говорит о том что для достижения задачи напишите минимальный код который будет исполнять соответствовать требованиям задачи если у вас сказано поставлено перед вами задание сделать то-то и то-то то напишите код который будет делать только то-то и то-то да и не придумывайте от себя каких-то виртуальных фич которые возможно кому-то понадобятся вашему project management менеджеру виднее что реально нужно кастомерам клиентам и если у вас какие-то есть хорошие идеи о каких-то новых новых дополнительных фичах то проконсультируйтесь сначала с более своими опытными коллегами проконсультируйтесь с project management проконсультируйтесь с клиентами и только после этого значит пишите ну опять же друзья есть еще много других интересных смешных слов как вы видите программисты люди особенные они составляют особенную субкультуру в нашем обществе поэтому такие вот смешные интересные значит принципы придумываются мы с вами сегодня посмотрели что обозначают слова значит аббревиатуры solid dry kiss и ягни повторяю что это не все есть еще больше надеюсь кому-то это видео было полезно я просто советую вам друзья знать эту информацию почему потому что очень часто эти аббревиатуры пишут опять же в описании вакансий и прямо сказать если вы в техническом разговоре в интервью например используете эти значит слова то это покажет ваш высокий уровень профессионализма по крайней мере точно уж не повредит покажет что вы знаете о чем вы говорите и по крайней мере осведомлены о объектно-ориентированном дизайне об его принципах так что лишним это точно не будет все спасибо что были со мной до следующих видео пока-пока